Здравствуйте! Это информационный выпуск. Сегодня в студии Георгий Плеев. Главные выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алан Гаглоев возглавит юго-осетинскую делегацию в Братскую Абхазию для участия в торжествах, приуроченных 30-летию победы в Отечественной войне абхазского народа. В рамках визита пройдет официальная встреча президентов республик. Алан Гаглоев и Аслан Абжани. Промеделение в строительном процессе Старого моста главной городской транспортной артерии уже не будет, уверяет Министерство строительства республики. Работа на объекте возобновлена после доставки необходимой техники. Стелла Бязрова узнавала подробности. Старого моста на улице 13 коммунаров возобновилась после временной приостановки работ ввиду отсутствия необходимой техники для бурения скальных пород. Теперь, когда специальное оборудование доставлено на объект, возведение моста продолжается. Здесь снова кипит работа. Продолжение следует... По словам министра строительства, Соответствующую технику было сложно найти, из-за чего случился длительный перерыв в процессе строительства. В пределах Северного Кавказа подобных установок немного, и все они уже задействованы на объектах. А когда буровую установку все же удалось арендовать у частной строительной компании, габариты техники не позволяли доставить ее сюда, в республику. Поэтому оборудование доставлено в разобранном виде. С перевозкой изначально у нас были трудности, с документами трудности. Это все оформлялось через Москву. Он не габарит, техника весит свыше 120 тонн, и были проблемы с оформлением документов. Не каждая машина сюда ее пригонит, поэтому надолго затянулась наша перевозка. Постепенно оформили документы, несколько раз переоформляли. В итоге получилось. С божьей помощью, как говорится, приехали. С буровой установкой, по словам министра, темпы работ однозначно ускорятся. Техника Минструя старого образца не отвечает требованиям поставленных задач ввиду недостаточной мощности для выполнения работ по бурению скважин. Новая буровая установка, отвечающая современным требованиям, приступила к бурению скальных пород две недели назад. На сегодняшний день специалисты значительно продвинулись предварительно. Работы, связанные с бурением, закончатся в течение двух недель. После намеченных работ к строительному процессу присоединятся дорожные специалисты. Будут установлены железобетонные мостовые балки и возведены подпорные стены. Держиẹ, железобетонные мосты. Мы видим болгата, болгата в стиле и ласт, в зоне достигаемости, что противопоставим. Это огромная работа и есть установка. После этого она передала по маленькой перечисленной машины, потому что она не поняла, что она может снять ее на тему. Она поднимает ее на вход в вверх. Но она не поняла, что она будет снять ее на тему. Когда она находится в тему, я на ней работаю, я работаю с ними. Новый, отвечающий современным требованиям, мостовой переход, по словам министра строительства, планируют зайти в эксплуатацию к осени 2024 года. Стелла Бязарова, Азамат Гудзи, Влали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Президент республики Алан Гоглоев сегодня подписал указ об освобождении Агунды Плевой, о должности министра здравоохранения и социального развития. О преемнике бывшего министра пока не поступало официальной информации. Военно-патриотическое воспитание как важный принцип становления личности. Старшеклассники городских школ побывали в расположении ОМОН. Что же молодежь вынесла из увлекательной экскурсии, узнаем в следующем репортаже. Для учащихся городских школ стало доброй традицией посещение расположения отряда милиции особого назначения. Старшеклассники стремятся узнать больше о деятельности служащих ведомства, а также интересуются видами военной техники. Экскурсию начали с памятной доски. Ребята знакомились с героическим прошлым, рассказав им о тех, кто ценой жизни отвоевал нам сегодняшний день на родной земле. Юных гостей ведомства посвятили в историю возникновения ведомства. Ребята с неподдельным интересом внимали тому, в каких условиях приходилось работать служащим отряда в самые тяжелые годы, когда было необходимо защищать родину. Субтитры создавал DimaTorzok Юным ребятам демонстрировались разные виды оружия, подробно объясняя предназначение каждого и особенности использования. Ребята также имели возможность обозрения вблизи военной техники. Субтитры создавал DimaTorzok Как отмечают педагоги, по военной подготовке подобные мероприятия оказывают благотворное влияние на процесс патриотического воспитания. И дети, в свою очередь, с интересом и воодушевлением посещают эти мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok Детей захлестывали эмоции, что читалось с невооруженным взглядом. Ими двигало желание получения большего количества информации о каждодневной службе бойцов и находящемся на вооружении ведомств в арсенале огнестрельного оружия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее по протоколу мероприятия фото на память. ОМОНовцы, провожая гостей, сами предложили в будущем подготовить специальную показательную программу для юных интересантов с элементами своей профессиональной деятельности. Яна Блиева, Регина Чешткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Специалисты водоканала, по их же словам, внимательно следят за эксплуатацией подземных инженерных сетей. Аварию на проспекте Алана Джуэва устранят в ближайшее время. Об устранении неполадок в системе городского водоснабжения о Гунде Гобозовой рассказали в водоканале. Авария в системе подземных коммуникаций на перекрестке проспекта Алана Джуэва и улицы Советская в ближайшее время будет устранена. На протяжении 10 дней здесь протекает водопроводная труба. По словам специалистов водоканала, им известно о неполадках системы в этом месте. Инженеры в скором времени проведут восстановительные работы. Начали исправлять, ну то есть выкачали колодец, увидели то, что пропускает фитинг электросварная муфта нестандартного диаметра. Все такие фитинги, муфты, трубы идут под заказ. То есть завод изготовителю отправляется заявка, соответственно он начинает тебя изготавливать данный фитинг. Материал у нас уже заказан, все проплачено. То есть мы ждем только поставки оборудования, запчастей. И в течение трех дней, сегодня я разговаривал с заводом, они нам гарантируют, что те материалы, которые заказаны, доведут до нас. Состояние городского водопроводного хозяйства приводится в порядок. Однако в Цхинвале заменены еще не все сети, отвечающие за водоснабжение. С чем связана периодичность аварий. Клава водоканала Иван Сюкаев отметил, что все возникающие проблемы под пристальным вниманием ведомства. Из случая повреждений на место незамедлительно выезжает аварийная бригада. Каждый день у нас по сетям водоснабжения и водоотведения устраняется как минимум пять аварий. Это минимум. И каждый день мы ведем эту работу. Приносим свои изменения, конечно. Во время устранения аварий мы отключаем людей от воды. Но другого выхода нет. Надо запаять. То есть с водой мы его никак не запаяем. Все остальные проблемы у нас аварийная служба каждый день работает. Включая субботу. В воскресенье действует их выходной. По словам Сюкаева, работа по повышению качества водоснабжения республики продолжается. В ближайшие годы соответствующие службы намерены провести масштабную реконструкцию головных водозаборных сооружений и дисков водовода. В ближайшие три года у нас тоже будут вестись работы по реконструкцию головных водозаборных сооружений и дисков водовода. Что там предполагается? Там предполагаются работы по замене аварийных участков. Там 12 участков всего, объявлено вареных участков. Вот эти 12 участков будут, например, меняться. Головные водозаборные сооружения, основные, будут проводиться реконструкция. Вспомогательные водозаборные сооружения, они тоже будут подбежать реконструкции. Будут добавляться новые источники, чтобы суммарный деревень воды увеличился на 16 тысяч кубов. В обязательную повестку водоканала входит и реконструкция старого хлоратного здания. Здесь построят новую электролизную установку, что позволит повысить качество подачи воды. Огунда Губозова, Рауль Кочев, информационный выпуск. Сегодня. Центр народного творчества совместно с Министерством культуры объявляет о проведении конкурса эстрадной песни «Голоса Осетии». Каждого неравнодушного к вокальному выражению своей творческой натуры ждут 8 октября в Цкинвальском доме культуры. В нашем фестивале-конкурсе принимают участие отделение культуры Джавского района. Они представляют своих представителей Ленингорского района, Знаурского и Управление культуры города. Мы надеемся, что у нас пройдет этот конкурс на высшем уровне. Мы сейчас ждем еще заявки от представителей Цкинвальского района. Думаем, что будет интересно всем посмотреть, послушать, потому что это результат работы на месте всех отделов культуры нашей республики. Заключительным этапом музыкальных встреч в училище имени Феликса Алборова в рамках проекта «Синтез искусств» стал концерт народных инструментов, который дали музыканты оркестра Северо-Осетинского колледжа. У Алены Тайвой подробности. Оркестры осетинских и русских народных инструментов Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева выступили с насыщенной и увлекательной концертной программой в Юго-Осетинском музыкальном училище имени Феликса Алборова. На исконно национальных инструментах молодые музыканты исполнили авторские и осетинские народные произведения. Осетинская гармоника, домбра и свирель сливались в чарующие звуки национальных мелодий. Проект «Синтез искусств» организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организован Северо-Осетинским региональным отделением Российского фольклорного исследования. В нашей программе мастер-классы, творческие встречи, концерты. Прозвучали произведения известных осетинских композиторов Булата Газданте и Ирины Мистуловой. Репертуар оркестра имеет широкий охват от Бораджетсахт, Симда и Хонга в разных вариациях до произведений русских «Метель» Георгия Сверидова и зарубежных композиторов «Карнавал животных» Камиля Синсанс. Колледжу искусств Владикавказа более полувека в составе оркестров «Молодые дарования». Чермин Бигулаев, студент этого колледжа, уже на протяжении пяти лет в оркестре играет на свирели, с каждым годом совершенствуясь в качестве классического музыканта. Культурная программа в рамках проекта «Синтез искусств» завершена. Оркестр уехал, но обещал вернуться. Музыканты уже планируют еще один приезд в Цхимпал в ноябре с такой же насыщенной обновленной программой. Алена Отеева, Альдина Чихоева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Узнаем прогноз погоды на завтра. По республике Облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем 21, ночью 13 градусов тепла. В Дзаусском районе днем плюс 18, ночью плюс 8. В городе Квайса днем плюс 17, ночью плюс 6. В Ленингорском районе днем 20, ночью 11 градусов тепла. В Цхинвале днем 21 градус тепла, ночью 10. Это все на сегодня. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин